доброе солнечное утро осенние киса сидит любое солнышко так я сейчас готовила завтрак не готовлю еще сделала вафельки обычные классический рецепт вафель вот этих венских плюс я добавила еще творог решила сделать творога сейчас дожариваю вот мой мульти пекарь помощник но мы в нем шаурму поджариваем обычно когда делаем дома давно что-то я вот вафли не делала решила сделать мне здесь осталось уже одну или две вафли на 2 скорее всего последняя партия и еще и делала макароны по-флотски они такие рыженькие потому что добавил сюда сушеную паприку домашнюю вот такие получились саша уже позавтракал сейчас буду кормить мужа он ходил на пробежку утреннюю по утрам бегает у нас сегодня семейный выходной скажем так поэтому сейчас будем складывать вафельки жарить а вот я смотрю сейчас на себя какие-то синяки под глазами надо положить патчи наверно хочу вам показать тушь я мы сейчас собираемся в магазин вот такая вот тушь у меня от люкс визаж смоки айс панорамный объем у меня была тушь от релуи 2xl красная и потом еще взялся фиолетовую в общем у меня на нее какая-то аллергия она попадала в глаза глаза жутко щипала решила я попробовать вот такую не знаю почему я ее взяла просто потянулась к ней рука и знаете она водостойкая она не осыпается я ее наношу в два слоя вот сейчас у меня на глазах один слой я жду пока он подсохнет потому что тушь новая в два слоя и мне так нравится эффект реально и стоит она 4.50 по моему ну в общем около 5 рублей белорусских люкс визаж белорусская белорусская или это польская фирма я если честно даже и не знаю но в общем она классная мне понравилось поэтому могу вам порекомендовать если у меня свои ресницы они не длинные не короткие они обычные скажем так а вот с этой тушью они получается красиво мне очень нравится эффект от нее вот я уже помыла голову сейчас буду сушить собираемся пойдем погуляем сходим магазин есть у нас одна покупка которую хотелось бы совершить не знаю если у нас все получится то я вам покажу если не получится то расскажу что хотели купить и почему не получилось вот пока так но в любом случае сегодняшнем влоге все вам расскажу все мы вышли собрались и вышли саня тут идет ноет как обычно где-то там хочешь чтобы его все на ручку просили взрослый парень вот такая красотища у нас желтые листочки здорово солнышко светит но уже ощущается что осень уже прохладно сегодня десять градусов но он ощущается как шесть что там Саша ну ясно Саша любитель луч пошел подогонять хочешь чтобы папа взял на руки папа не соглашается ну че вот наш парк такой желтый весь уже только шляпа не хватает не хватает ну а шляпа не хватает да саша сейчас покажу вам наши небольшие покупки продуктов так значит первое масло вот это старыми 82 с половиной процента это мы в хите брали 259 мне нравится это масло вкусное хорошее чего не могу сказать о их твороге вот в пачках таких ужасный творог поэтому вот в таких упаковках творог не берите имя там по 160 или по 180 грамм совершенно какой-то порошковый и вот такие орешки муж себе взял они около рубля стоит 90 копейки не помню и в магазине рублевский сейчас он уже санта его переименовали взяли молоко вот такой 88 копеек эфир полтора процента так кефир у нас идет 86 копеек со скидкой а молоко 85 дальше заднюю четвертинку взяла особенно здесь получается голень и бедро на 4 рубля килограмм 429 сыр вот такой голландский он идет 10 59 по акции сейчас у меня кусочек на 3 рубля 71 копейку дальше взяла сливки хочу сделать печень сливки у нас рубль 39 3 творога вот этот творог хороший он и для сырников и так нам нравится его кушать одна упаковка 98 копеек идет и хлеб как обычно мой любимый мак очень свежий мягкий он идет 96 копеек вот это все что мы из продуктов купили то что нам надо было сейчас на данный момент поэтому так немного и заходили в магазин марк формы взяли саша вот такие носочки рубль 34 и взяли еще одни были тепленькие рубль 99 поехал к дедушке с бабушкой сейчас мои родители его забрали на выходные и и вот такие еще серенькие рубль 34 а я себе взяла колготки теплые но я честно даже не знаю сколько здесь был но здесь идет 70 процентов хлопок 20 полиамид 28 и 2 процента эластан стоили 4 рубля 92 копейки я обычно наношу тройку решила взять четверку потому что обычно бывает такое что вот такие колготки маломерят неплохие они с завышенной посадкой вот видите такие хорошие плотненькие на прохладную осень это детях можно я люблю зиму и осенью носить леггинсы с высокими сапогами либо вот такие колготки под платье какое-то такое теплое поэтому взяла себе тем более цена 5 рублей вообще отличная цена так и здесь готовка это у меня тесто на яблочные булочки не знаю если получится то я сниму вам отдельный рецепт ну и покажу в конце что получилось и здесь такой быстрый ужин значит пассируем морковь с луком на скороде и по моему уже показывал дальше я буду добавлять сырой рис можно добавить сырую гречку возьму перловку нет перловка не успеет но от гречка рис самые такие распространенные значит сухой рис там количество которое вам необходимо и здесь у меня замаринована курица это четвертинка задняя курицы бедро и голень то что я вам показывала купила и сверху выкладываем на это все далее в рисе рисе говорю заливаем водой в воду посолить добавить специи и залить рисик и отправляем в духовку сейчас я вам все покажу как я сделаю очень простой быстрый рецепт у вас сразу и мясо и гарнир к нему и вкусно получается все рисик варится в сок курочки нам нравится в принципе очень даже вкусно и быстро итак друзья смотрите вот рис наш сверху я выложила курицу теперь беру воду у меня здесь чашка 400 миллилитров растворила соль примерно столовую ложку но вы смотрите по своему вкусу чтоб не пересолили и добавила приправу карри здесь у меня и хмели сунели карри я вам уже показывал посмотрел мое видео с покупками бытовой химии как бы это странно не звучало в общем ссылочку он вверху оставлю вот здесь вот и все это дело размешиваем и будем заливать рис смотрите можете попробовать я не знаю по мне соли достаточно я добавила знаете сколько 3 кофейных ложечки маленьких даже много наверно сейчас еще раз посмотрите сможете добавлю в общем пробуйте по вкусу чтобы не пересолить все и заливаем наш рис всем этим рассолом я наверное знаете что сейчас добавлю обычные воды без просолы без этого чтобы не было то мне кажется как-то солоновато обычные щайника водички добавлю не было солено и все теперь отправляем в духовку готовится вы увидите ну вы знаете как готовить курицу курица румяная рис вода испарилась и значит готова еще сейчас я немножко потрясу чтоб вода вся соединилась и все 180 градусов я поставлю с конвекцией ну что вот мои булочки я их уже достала не видеть снизу подрумянились и сверху запах конечно стоит невероятный попробуем сейчас дышу постели конечно но я наверное ой 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 горячо остынет и сейчас попробую взяла я отломала кусочек внутри в принципе они такие поднялись воздушные но у меня получилось тесто тяжеловатое нужно как-то по-другому что-то сделать следующий раз попробую немножко по-другому а вот наш рис курочкой подоспел вот так он выглядит сейчас его нужно перемешать чтобы лук с морковкой были на верху ну и где фокус вот с чем такой сыпчатых принципе но в то же время немножко влажнова ты вот так все это выглядит и сверху вот здесь возможно похрустывание где был сухой ну как не сухой а сверху он немножко пропекся больше запекся поэтому если не любите чтобы хрустела что-то на зубах то тогда лучше накрыть фольгой сверху но получилось очень вкусно быстро и красиво приятного аппетита ну что друзья показываю вам куда и зачем мы ходили мы купили ноутбук вот она моя прелесть я уже установила сюда видео редактор буду редактировать для вас видео теперь наконец-то я могу нормально редактировать заниматься никому не мешать и деть наушники просто наш старый ноутбук он полетел я вам наверно уже рассказала я не знаю если честно когда выйдет это видео что выйдет раньше болталка моя которую я запланировала либо это видео установили мы здесь windows 10 конечно очень непривычно сейчас подождите очень непривычная для нас операционная система что-то наподобие телефона кстати на действует по принципу телефон она все устанавливает сама не надо ничего выбирать никакие вот эти утилиты которые раньше нужно было оставить галочки кто помнит если сами устанавливали ну в общем вот такой lenovo у нас ну вот его марка это не серии миленький небольшой тоненький ноутбук главное что для со своими задачами которые мы на него возлагаем он должен справляться на ура мне он нужен в принципе для написания контрольных работ для чего еще для редактирования видео то есть просмотра фильмов при необходимости такие пользовательские задачи у него в общем и память оперативная здесь 1000 гигабайт 1 терабайт вот такой у нас такое у нас приобретение он очень тонкий смотрите я еще планирую конечно на него купить подставку с вентиляцией чтобы нагревался но этого чуть позже также теперь я надеюсь что мои видео будут выходить гораздо чаще чем это было раньше и на этой радостной позитивной ноте я хочу завершить сегодня свой влог спасибо что вы были со мной у нас уже на часах пол одиннадцатого пора отдыхать подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны пишите комментарии мне будет очень приятно читать от вас обратную связь и всем до новых встреч спокойной ночи пока пока